всем привет продолжаем путешествие свои вот нас занесло в италию в город милана я действительно был проездного милане но мне было два или три часа и надо было что-то посмотреть ну и конечно было посмотреть миланский собор но вот сейчас уже проехали как говорится на площади миланского собора находится конный памятник королю виктору эммануилу второго создана 1896 году располагается в самом центре площади из бронзы король изображен на коне призывающих солдат к победе речь идет о событиях военного сражения 1859 году рядом сан-марино скульптор памятника является эрколе роза статуя короля обращена по направлению к плодскому собору при этом его взгляд охватывает галерею построенную его честь вот так написано википедии миланский собор это кафедральный собор в милане расположен в историческом центре города построен в стиле пламенеющей готики а пламенеющей готики написано много но вот я хочу зачесть что примеру в англии мода на пламенеющих готиков появилась и ушла во второй половине 14 века и в 15-м и стал такой перпендикулярной стиль в германии тоже время царила особая готика а вот это вот пламенеющая готика она была популярна во франции испании португалия в 15-м веке пламенеющая готика это название данное питьеватому стилю поздней готической архитектуры вот так написано собор из белого мрамора действительно такой знаете вот итальянский белый мрамор белый-белый собор просто едизна тоже потрясает особенно когда смотришь издалека то есть вообще просто очень приятно красиво собор посвящен рождеству пресвятой девы мои хочу напомнить что рождество пресвятой владычицы нашей богородицы и пресна девы марии так говорят это рождение девы марии в семье праведных и акима и анна и в общем как православных так и в католических церквях это правильно рождество пресвятой владычицы и богородицы преснодевы марии как написано опять же справочниках католическая церковь известная в русском языке как римская католическая церковь самая крупная христианская церковь в мире насчитывает более почти одного с половиной миллиарда последователей представляете строили несколько веков первые блоки фундамент заложили в 1386 году при легендарном правителе джанни галеца висконте а проект фасада закончена в 1813 году карлом а мать и утвердил кстати наполеон утвердил он его 1805 году раньше здесь был стояла кельтское святилище при римлянах храм минерва потом церковь сантекла построена в 14 веке дальнейшем она была разрушена а потом церковь санта марии маджоре 15 века настояла ее снесли кстати вот так и такое же название как время имеет санта мария маджоре так вот ее снесли и стали расчищать место для собора решили строить готическом стиле но специалистов по готике не было и пригласили из франции и германии хотя проект изначально разрабатывал итальянец симона де орсенингер менялись там постоянно архитекторы я не буду их перечислять 1417 году главный алтарь недостроенного собора осветил папа мартин 5 и собор начал целиком функционировать 1572 году и именно в 1572 году его торжественно открыл кардинал карла бромео кстати будущий святой 1769 году как-то все шло по этапам появился 106 метровый шпиль с 4-метровой статуи мадонны из позолоченной бронзы но действительно потрясает высота не вот это обилие этих башенок на этом соборе действительно это круто и производит впечатление а внутреннему убранстве собора я говорить не буду я сделал еще один сюжетик я там снимала вот просто хочу вам показать что творится перед собором на площадью и со всех сторон его как мог снял вот посмотрите пожалуйста конечно главной исторической достопримечательности это золотая статуя покровительства милана ла мадонина собор очень популярны в италии да и не только в италии среди туристов там огромные очереди для того чтобы зайти как внутрь собора так и подняться на верхотуру на саму кстати это один интересных фактов я нашел 2009 году силе берлускони премьер-министр в то время италии кинули миниатюрной копии миланского собора вот ведь как он популярно но пожалуй все вот на этой веселой нотки я хотел бы закончить это вот площадь перед собором в милане миланский собор дома де милана собор рождества девы марии все всем пока всем привет до свидания